Введем новое приложение, Ctrl-Shift-N, ну и Ctrl-Shift-N. Создадим пустой проект, empty project, finish. Ну и так, собственно, начнем мы, как всегда, с include a stream. И поехали описывать сразу класс. Я опишу класс, который у вас уже был, то есть очень простой, класс пара, класс пара. А, кстати, у меня вопрос был на следование, а шаблоны классы, мы именно этим сейчас и занимаемся, вопросом. То есть наша задача выяснить, как наследовать шаблонные классы. Ага, то есть я ровно в тему попал, да? Да, абсолютно, то есть я прямо сейчас отвечаю вам на этот вопрос. Итак, мы создаем класс Payer, который у нас является чем? Шаблоном, да? Template. TypeName.KType. И TypeName.VType. TypeName.VType. То есть тип ключа, тип значения, так? Class Payer. А, собственно, у него что есть? У него есть, ну, паблик я сделаю, чтобы не заморачиваться. Паблик, например, KType. Key. И VType. Value. У нас есть конструктор, принимающий, соответственно, KType. K. И VType. Так, демоку. Вот так вот. VType. Value. Я лучше назову их полностью здесь тоже. От него мы инициализируем. Так, key. Так. А value. Да, как value. Собственно, конструктор на этом у поры и заканчивается. Можно ей сделать и конструктор по умолчанию, но это такое. Соответственно, что мы делаем здесь? Мы делаем перегрузку операторов сравнения. Помните? Сравнение по ключу у нас. Поэтому я делаю булл оператора двойного равно. Здесь у нас конст. Что означает что? Что не может он менять у нас значение самого класса. И оператор равно принимает у нас что? Конст. Пэйр. Амперсант. П, например. И здесь мы делаем return. Что? Кей. Равно-равно. П. Кей. Очень простая запись. Соответственно, для ускорения я его, во-первых, напишу в одну строку. Во-вторых, сделаю здесь слово inline. Так. Ctrl. C. V. 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 Оператор. Больше либо равно. Меньше либо равно. Больше. Меньше. Не равно. Так. Здесь. Не равно. Здесь. Меньше. Здесь. Больше. Здесь. Меньше либо равно. Здесь. Больше. Либо равно. Так. Все. Больше здесь ничего не надо. По-моему, в принципе, мы класс закончили. А теперь мы унаследуем от пары класс пара строка число. Так. Ну, то есть строка числовая пара. Я делаю класс стринг-инт-пэйр. Стринг-инт-пэйр. Который будет наследоваться у меня от вот этого. Каким образом? На самом деле, очень просто. Я напишу здесь так. Я здесь напишу. Пэйр. Стринг-инт. Ну, можно не писать, тогда она будет приватная. А можно написать в паблик. Тогда она будет публичная. Собственно, на самом деле, по большому счету, я уже сделал полноценный готовый класс. В принципе, здесь все самое достаточно. А этот только специализировал его типами. Правильно? Единственное, что я добавлю, здесь я сделаю ctrl-cv и сделаю inputString. И давайте попробуем. Делаем int-main. В main мы пишем что? Ну, что мы пишем в main? Мы создаем string-инт-пэйр. String-инт-пэйр. Пэ. От. Hello. И, соответственно, например, четверка. Ну, сейчас у меня ругается. Да? Почему? В чем у меня проблема? Мне нужно здесь сделать конструктор, делегирующийся отсюда. То есть, я сделаю, по сути... То есть, я сделаю, по сути... ...пэйр-кей... ...вэлью. Так? А вот это неожиданный поворот событий. Ну, сейчас попробуем. ...по... ...по ну... ...по ну. Это вдвойне неожиданно было. А если 21 после PR тоже стриндинг пописать? А где еще раз? Не понял, что вы говорите. После конструктора дописать стринг. Вот здесь не надо? Не, левее надо. Вот здесь? Да. Это можно в принципе, но не оно. Не должно такого быть. Паралленно, что вот этот конструктор не может вызвать. Можно, конечно, вот так уж попробовать. Попробовать. Хм. Это один интереса. Вот тут все хорошо. Ай, тьфу. Бывает. Бывает. Внимательность называется. Вот так другое дело. Вот. Все out. Такие. Вот так. То есть получили уже… Что? Наследование. От шаблонного класса. Но иногда возникает потребность в этом наследнике использовать другой шаблон Например, у нас есть string int pair А мы сделаем еще более базовый, так сказать Просто string pair Но этот класс у нас будет шаблонным Мы здесь сделаем template Type name t, например И в качестве второго аргумента у нас будет использоваться t То есть мы заведомо не знаем, какой тип второго аргумента Кстати, вот здесь лучше всего делать вот так Вот const string ampersand И const t ampersand Вот таким вот образом И здесь, собственно говоря, то же самое Это немножко ускоряет работу Так И вот мы получили вот так Такую вот пару Наследуемую от пары, string и неизвестный тип Понятно? Понятно, что вот эту пару уже целесообразнее наследовать отсюда Согласны? Только здесь уже string уходит Остается только int, правильно? Ну и тут, в принципе Так, здесь что убрать? Так, подождите Где надо убрать? Вот здесь нет Ни в коем случае убрать не надо Надо просто написать Const String ampersand String Да, что-то ему не нравится Да, что-то ему не нравится Первый аргумент String Ну правильно, key value Здесь все вроде как хорошо На что жалуются? Но ведь t не равно Так It's not type name А, я понял Здесь string int pair Вот он идет А здесь надо же просто переименовать на string pair И у нас при перегрузке пропадет Просто у нас получается, что это метод, который мы перегружаем сейчас При запуске у нас не должно сейчас ничего поменяться Как видите, все по-прежнему у нас работает А, собственно, здесь И здесь мы уже можем убрать Не можем убрать, потому что у нас наследуется от шаблонного типа На данный момент Понятна сама идея наследования От шаблонов То есть нужно просто указать тип, который они специализируются Причем, если класс, который вы, ну, наследник Тоже является шаблоном То понятно, что этот тип можно указывать, так сказать, пробрасывать выше В верхний шаблон Понятно? Вопросы? Вопросов нету, да? Собственно, переходим к вашей задаче Значит, смотрите Мы с вами создадим класс Pet Что такое Pet? Животное Да, домашнее животное Что вы знаете о Pet? Что у него есть? А то, что у него есть Timer У него есть V У него есть кличка Да? Ну, кличка это I То есть у него есть String Так будет кличка Ну, name пускай будет, да? String name И у него есть, например, возраст Три шарпер поставил Видите, вот, где-то написано Плагин такой? Да, замечательный плагин Я посмотрю, что у вас Шрифтом поделяется Практически не видно Ни паблика Хотя у нас уже был Средний А, потому что String не используется Поэтому он вот таким Видите? А под name and age Здесь Среди почетки Под name and age Да Давайте наведем И увидим Name does not match rule А, он еще не используется Да То есть он сразу говорит подсказки То есть вот, например Рекомендует классы Именовать в нижнем регистре Допустим, я сейчас вот сюда кликну Так, не понял Вот она, лампочка Rename to pet рекомендует В C++ рекомендуется имена классов Давать с маленькой буквы вообще Но Я привержен из того, как пишут в Java Мне больше нравится Там имена классов пишут с большой буквы Так принято Ну, это такое Это мелочь Соответственно, смотрите Что мы делаем? Мы здесь делаем конструктор Pet Так Который будет принимать String Name Так И, соответственно Size T Age Он будет у нас Инициализировать Name Чем? Name Так И будет инициализировать Age Соответственно Age Так, у меня лишняя скобка поставилась Само Мы от нее избавимся По сути, конструктор готов Так Соответственно Нам необходимо сделать перегрузку Оператора вывода в поток Напоминаю Это делается с помощью дружественной функции То есть Вы здесь пишете FreeAnd FreeAnd Operator Такое Что он у нас Возвращать должен Оператор Он должен возвращать Поток вывода Острим Ampersand Так И принимает он у нас Что? Острим Ampersand Собственно Вот он описан Ну Жалуется на то Что она у нас Не Собственно Не реализована Да Это тоже возможность Решантера Добавить сразу Реализацию И здесь мы сделаем Что? Что принимает она Острим Стрим Например И здесь я буду Как выводить Теперь Первым параметром Мне придет сам наш Ой Кстати да Простите Pet Ampersand Вторым параметром Pet Ampersand Он же справа Так И здесь соответственно Pet Ampersand Можно даже добавить Здесь ключевое слово Const Потому что оператор Вывода Его менять не будет Правильно? Const Pet Ampersand Pet Ну и здесь я делаю Что? Я делаю Stream В него вывожу Pet name Потом в него вывожу Пробел А потом в него вывожу Pet age Так По большому счету Этого достаточно Я делаю Return Stream После чего я объявлю Main После чего я объявлю main В main я создам экземпляр Pet Pet Василий 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 И Василий Уводик Да? Потом я скажу Seout Pet Ну вернее Василий Он узнал Василий Andal Вот таким вот образом После этого Запускаю Control F5 Ну у меня Соответственно Василий Один Так? Удобно? То же самое И с Вводом Еще раз То же самое И с Вводом Только там Не онстрим А есть Не Ну вот вам не нужен Только вывод По сути Для удобной визуализации Так это есть Соответственно Мы от него Можем унаследовать Класс Какой? Cat Наследуется Вот Public Pet Так? И у кота Добавляется что? Цвет Порода Ну порода Ну не знаю Насчет породы Порода в принципе Может быть Какого угодно Давайте у него Добавляется метод Say Мы сделаем Сразу Public И добавим Метод Ну я так утрирую У вас конечно Там чуть больше Добавляется Метод Say Он у вас будет Какой? Воидовский Еще раз Да Соответственно Он будет Делать Се От Мил Подойдет? Так Вот собственно Что вы сделали Время Что я сейчас Сделал Теперь мы Скажем Что это у нас Не Pet А это у нас Что? Cat Cat Василий Почему у меня Сейчас ругается Да собственно Потому что Нам нужно Унаследовать Конструктор Правильно То есть я скажу Что cat Будет принимать Тот же самый Набор Ну Кстати А если у нас будут Дополнительные параметры Мы же Унаследованный Конструктор Должен Будем Дописать Да? Мы сможем Через запятую Добавить Параметры О Все Правильно Псал Унаследуемся От Pet Сюда Соответственно Name И Age Ой Пардан Вот таким Вот образом Теперь проверяем Все работает Так же Само А так Хотя Это уже Кот И он уже Умеет Говорить Мяу Так Я подарю тебе Кота Я научу Ему смеяться А теперь Немножко Поиграемся Перегрузим И здесь Оператор Stream Только здесь У нас будет Уже не Pet А Cat Так Соответственно У меня Сейчас Начинает Другаться Ну У меня Есть Волшебная Комбинация Alternator За счет Решарпера И у меня Можно Сразу Сгенерировать Код Stream Как мы будем Выводить Кота Мы будем Делать Stream Слово Cat Двоеточие Пробел А потом Например Я хочу Вызвать То же самое Только Родителя Я сделаю Приведение Типа К Соответственно Чему К Pet То есть Pet От От нашего Cat Вот таким Вот образом И Здесь Я сделаю Return Что? Stream Запустим Эту программку Cat Василий Один Год Понятно? То есть Можно привести К родителю Потому что Родитель Имеет Те же Самый Тот же Самый Метод И мы Можем Его Использовать Метод Родителя Таким образом Титрый Подход Тут Вопросы Есть? Потому что Я уже Сделал Нет Теперь Касательно Реализации Меню Класс Меню Так Я говорил Что он должен Состоять у вас Из статических Методов Ну У него Будет Метод Run Это будет Воитовский Статический Метод Это будет Public Вот таким Вот образом Соответственно Здесь же В нашем Меню Мы с вами Сделаем Что? Мы с вами Опишем Какие нибудь Методы Да Можно Единамо Писать Здесь Для пункта В меню И так далее Ну например У нас Будет Поставить Show us cat Show us pet Устой Будет Так Что ж такое Статик Void Show us pet И такой же будет Show us pet Метод Также здесь будет Статический метод Статик Void Show menu Который будет Просто выводить Пункты меню Даже можно Не вводить А можно Сделать Int Пускай Возвращает Пункт Который Выбран Так Соответственно Мы здесь Как вы сказали Сделаем Е нам Е нам Как Как пункт На английском Пункт Да Вариант Вариант Show pet Show pet Пойдет? Только pet Через не Пойдет Вот так Теперь соответственно Мы будем ими Пользоваться Show menu У нас будет Соответственно Seout Так Здесь будет Черточка Разными пробелами А перед этим Мы выведем Соответственно Show pet Здесь соответственно Вариант Show As Pet Так Show pet Show us Еще раз Не Это же константы Show pet Show pet Сейчас Это же мы просто Вводим менюшку Чтобы не писать Вручную Ничку Двойку И так далее Чтобы пункт Соответствовал цикле Всегда И Ну Можно еще Вот здесь Написать Вот так Равно Единице Чтобы с единицы Начиналась Нумерация Вы сделали Пункты Здесь у вас Будет Int Choice Sein Choose Да И Return Этот Choose Так Можно еще В конце Сделать Seout Enter Вот таким вот образом Ну в той же статье Я не перевожу Можно пробелить Еще поставить Для красоты Есть То есть Show menu У нас есть Вводит У нас будет Ну например While Единичка Постоянное меню Да И здесь Мы будем вызывать Int C Равняется Show menu Вот таким вот образом Показали меню Получили вариант И Здесь Делаем Так Мы делаем Здесь Ну я Не люблю Switch Он много Место Занимает C Равняется Чему Show Pet Тогда Show As Pet Так Else If C Равняется Show Cat Тогда будем Вызывать метод Show As Cat Так Ну ничего не делать Оно просто пройдет Дальше Ничего страшного Так Теперь смотрите Нам нужно Делать что Нам нужно Хранить вот эту Переменную Я ее прямо В меню Объявлю Здесь Неважно Private Public Мы сделаем Здесь Cat Cat Так Здесь Соответственно Я ее Должен Написать Ниже Потому что Так она Работать Не будет Ну я Пойду По пути Найменьшего Сопротивления Ага Не хочется Ниже Делать Как он Называется Меню Я понял Я не написал Слово Статик Я думаю Что там Он мне Не предлагает Варианта Ну ладно Вот так Так И теперь Show Ascat Это его Вывести Как есть Да Он у нас Просто называется Cat Внутри этого Класса А что у вас Cat Это вывести С приведением Типа Cat Таким образом Мы полностью Освободили Обратите внимание Метод Main Вернее Функцию Main Так И функции Main Я просто Напишу Меню Два Двоеточия Run Вот таким Вот образом Один Show Ascat Есть Есть А я понял Буква P Как раз Да Да Второй вариант Видно С словом Cat Вывелось Вопросы Тут есть По реализации Нет И само Меню И соответственно Посмотрите Как сильно Освободилась Ваша функция Main Выведем Класс Пэт Нет Класс Класс Меню Да Давайте Я скучу Тогда еще Вот это Чтобы Ага Хайт Вот так Так просто Не получится Ладно Есть? Ну и эти Тоже Я думаю Если хотите Засним На видео Значит смотрите У меня сейчас Все написано В одном файле И у меня Получается Файл У меня Конечно Не очень Большой А у вас Я думаю Такой Громадненький Правда? Как я рекомендую Поступить? В header files Вы создаете Новый Заголовочный Файл Ну или Вы делаете Сразу Не пустой Проект У вас Он сам Создаст STDFX Ну и тут Соответственно Я делаю New item Выбираю Ваш файл Я его назову Importage Например У тебя что-то срочное? Что? Где? И что ты мне хочешь сказать? Я не знаю За что ты говоришь Я понял Ладно У меня сейчас Пара просто идет Да Так Импортаж В нем есть PragmaVance Это чисто Студийная директива Говорящая о том Что этот файлик Подключается Только один раз Так? В нем Мы сразу будем Инклудить Все необходимые файлы Поэтому В него я перенесу Собственно Вот это И его буду Инклудить везде Понятно? В него я также Буду записывать Все инклуды Своих файлов Далее В header files Я создам Новый Item Еще один H файл Назову я его Например MenuH Есть В меню H Я переселяю Что? Да Собственно Класс Menu Все что его Касается Соответственно В самый верх Я добавлю Здесь Include Import Import H Файлик Есть Такое В сам Import H Я буду Добавлять Все файлики Тут Меню H Так MenuH Есть Вот такой Вот момент Дальше Кроме Класса Menu У меня В исходном Файле Есть Что? Класс Pet Так Соответственно Его я тоже Выношу В отдельный Файл Header Files New Item Petage Есть Есть Ну Я сейчас Добавлю In Space STD Прямо В Import Проблемы Не будет Потом Здесь Я сразу Делаю Include Importage Importage Так А в Importage Я сразу Еще перед меню Делаю Include Petage Petage Да Опять Какие-то скопки Что за привычка такая Есть И последний Сорс Что я выношу Это Собственно Сам Pet Стоп А я что-то Вставил Туда В Petage Ладно В Petage У нас Будет И Pet И Cat Тогда Я просто Уже Не буду Разбивать Полностью Но Идею Я думаю Вы и так Поняли У нас Каждый Клад Должен Иметь Свой Заголовочный Пад Ну Естественно А Собственно Их Позковый Зам Да Здесь Я сразу Сделаю Using Namespace STD Хотя Это Не обязательно Было бы Делать В каждом Файле В Source Я тоже Сделаю Include И подключу Один Единственный Импортаж Не напоминает Ли Случайно Ту Программу Которая Создавалась С самого Начала Помните Напоминаю Это Мы уже Показывали STD FX Структура Примерно Та же Все Подключения В импорте Вот они У вас В основном Шкруют И импорт Подключается Везде Где он Необходим То есть Вот здесь Вот здесь И так далее И тому подобное И нигде Вроде ошибок Нету Давайте Скомпилируем Проект Проект Должен Запуститься Есть Да Так Нам Лог Выключил Все Работает Не особо У Винафи Будет Различие В Именах Функции Количестве Их Аргументов Ой Там Как посмотрите Вы испугаетесь Первый раз Потом Будет Легче Нету Продолжение следует...